2 ETF из транспортного сектора которым восстановление экономики идет на пользу отчетности компании Royal Dutch Shell, Caterpillar и Apple дивиденды и от компании Simon Property и Cisco а также подведение итогов моего инвестиционного портфеля приветствую вас уважаемые зрители на моем канале и для начала мы начнем с отчетности компании Royal Dutch Shell чистая прибыль англо-голландской компании в первом квартале 21 года составила 5,66 миллиарда долларов тогда как годом ранее был зафиксирован убыток в 24 миллиона долларов разводненная прибыль компании в пересчете на одну обыкновенную акцию составила 72 цента против нулевой прибыли годом ранее общая выручка Royal Dutch Shell в годовом выражении снизилась на три процента до 59 и одного миллиарда долларов прибыль компании в сфере геолога разведки и добычи за отчетный период составила 963 миллиона долларов против 291 миллиона год назад то есть выросла в три три раза добыча компании снизилась на 6 и 2 процента почти до трех с половиной миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки в сегменте нефтепродуктов прибыль упала в 1 и 6 раза в годовом выражении до 877 миллиона долларов объем продаж нефтепродуктов составил 4 и 1 миллиона баррелей в сутки что ниже показатели ягодичной давности на 21 процент шел прогнозирует что добыча во втором квартале составит около 2 и 35 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день а продажи нефтепродуктов вырастут до 5 миллионов баррелей в день вторая компания из моего портфеля которая читалась на этой неделе это котропиллер чистая прибыль этой компании которая производит оборудование для дорожного строительства и горнодобывающей промышленности первом квартале увеличилась на 40 процентов и составила один с половиной миллиарда долларов или в расчете на акцию 2 доллара и 77 центов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года чистая прибыль составляла одна целая и девять сотых миллиард долларов и в расчете на акцию это один доллар и девяносто восемь центов показатели улучшились благодаря повышению продаж и изменению структуры запасов на складах дилеров как сообщает компания выручка и и повысилась на 12 процентов и достигла 11 и восемьдесят девять сотых миллиарда долларов против 10 и шестьдесят четыре сотых миллиарда годом ранее аналитики прогнозировали прибыль в расчете на акцию 1 доллар и девяносто четыре цента выручка почти 11 миллиардов продажи строительной техники подскочили на 27 процентов в том числе за счет спроса верхнем ценовом сегменте в горно добывающем секторе рост составил 6 процентов реализация техники для нефти и газодобывающей и электроэнергетических отраслей увеличились на 4 процента и последняя компания из моего портфеля это apple эта компания увеличила чистую прибыль во втором финансовом квартале более чем в два раза выручку на пятьдесят четыре процента причем оба показателя превзошли прогнозы рынка выручка apple была рекордной для второго фин квартала результаты в каждой категории продукции оказались лучше ожиданий компания объявила об увеличении действующей программы обратного выкупа акции на сумму 90 миллиардов долларов а также повысила квартальные дивиденды на семь процентов до двадцати двух центов на акцию как говорит сама компания чистая прибыль по итогам квартала который завершился 27 марта составила 23 и 6 миллиарда долларов или в расчете на акцию 1 доллар и 40 центов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года прибыль на акцию составляла 64 цента а чистая прибыль составляла 11 и 2 миллиарда долларов квартальная выручка компании увеличилась почти до 90 миллиардов долларов при консенсус прогнозе аналитиков в семьдесят семь и один миллиард долларов выручка от продаж iphone подскочил на шестьдесят шесть процентов благодаря высокому спросу на линейку iphone 12 представленную в конце прошлого года доходы apple продаж компьютеров mac подскочили на 70 процентов сервисная выручка от различных приложений увеличилась на 27 процентов продажи ipad принесли apple доход в размере семь и восемь миллиард долларов носимые устройства и аксессуары принесли семь и восемьдесят четыре миллиарда долларов а теперь рассмотрим два биржевых фонда то есть и тфов транспортного сектора которым дальнейшее восстановление экономической активности пойдет на пользу сначала года взвешенный по цене и состоящий из 20 компонентов индекс dow jones transportation вырос на 22 процента он позволяет оценить динамику крупных компаний транспортного сектора сша первоначально он назывался dow jones railroad average поскольку в конце 19 века ключевым сектором экономики сша были именно железные дороги итак давайте перейдем к рассмотрению наших сегодняшних и тфов и на первом месте идет и тф под названием а и шерц транспортейшн и верить и тф тикет у него а его идти стоимость этого и тфа составляет 269 долларов годовой диапазон торгов составляет от 133 долларов до 270 дивидендная доходность этого и тфа составляет 77 сотых процента издержки инвестирования составляет 42 сотых процента этот и тф инвестирует авиа а также железнодорожная и автотранспортная компания сша фонд был запущен в октябре 2003 года а его чистые активы оцениваются в 2 и 2 миллиарда долларов этот портфель и тфа собран из бумаг 20 представителей индекса dow jones transportation average львиную долю капитала занимает железные дороги 36.2 процента следом и идут авиаперевозки и логистика которая занимает 27 и 4 процента грузовые перевозки составляют 21 процент авиалинии почти один процентов и морские перевозки занимают 5 и 2 десятых процентов в 10 крупнейших активов инвестировано около 77 процентов средств и тфа начало года и тф прибавил 22 процента и совсем недавно обновил рекордный максимум учитывая масштабы ралли последних недель можно ожидать короткосрочной фиксации прибыли однако в долгосрочной перспективе тренд направлен вверх второй и тф из сектора транспорта называется с педи ар сн пи транспортейшн и тф стоимость этого видов достигает 89 долларов годовой диапазон торгов начинается от 42 долларов и заканчивается в районе 90 долларов дивидендная доходность составляет 1 и тридцать семь сотых процента издержки инвестирования занимают тридцать пять сотых процентов тегет у этого и тфа и к сте н он также инвестирует в транспортный сектор в разбивке по направлениям активы фонда относятся к авиаперевозками логистике авиалиниям службам аэропортов автомагистралям и железнодорожным сетям морским портам и услугам железными дорогам и грузоперевозкам этот и тф инвестирует в бумаге 41 компонента индекса и сэмпи транспортэшн сэлэк индустрии индекс фонд дебютировал в январе 2011 года и сейчас управляет 672 миллионами долларов наибольшая доля приходится на грузовые перевозки она составляет 33 и 1 десятый процента следом идут авиакомпании который занимает 24 и 3 процента а также авиаперевозки и логистика которая занимает 23 и 3 процента около 27 процентов средств фонда сосредоточены в 10 крупнейших активов включающих бумаги канзас-сити сатарн компания по аренде автомобилей авис баджет грузовая группа xpo логистикс предлагающее решение по организации цепочек поставок и логистическая компания экспедиторс интернешнл с начала года этот и тф вырос на 24 процента и достиг рекордного максимума в начале апреля как и в случае с первым и тфм можно ожидать фиксации прибыли по ряду компонентов фонда однако в долгосрочной перспективе он настроен оптимистично в отношении сектора просадка к 85 долларам или ниже предоставит более выгодную точку для входа на рынок а сейчас перейдем к новой покупке я уже инвестирую 9 месяцев и за это время мой портфель достиг прибыли в 13 тысяч злотых что в переводе на российский это почти 260 тысяч рублей плюс еще 20 тысяч дивиденды и того за 9 месяцев инвестирования я заработал 280 тысяч рублей и на этой неделе я буду докупать компанию саттерн это вторая зеленая компания моем портфеле давайте перейдем на инвестинг и посмотрим цену на эту компанию я уже разрисовал уровни сопротивления и поддержки разрисовал неисходящий и высходящий тренд немного уменьшим чтобы увидеть как цена колебалась в этой компании на данный момент цена составляет 64 доллара и 86 центов по этой цене и будем ее покупать перейдем обратно на платформу нажмем кнопку купить находимся торн компании выбираем мы будем покупать 8 штук по цене 64 86 нажимаем да нажимаем купить теперь мне нужно подтвердить операцию с телефона как видим я ее уже подтвердил закрываем это окно и остается только ждать пока вот здесь вот будет показано что одна операция реализована обновим страницу и мы теперь уже здесь видим что одна операция реализована а сейчас давайте перейдем к дивидендам я вам покажу вот каких компаниям не приходили дивиденды на этой неделе перейдем укладку операции истории финансов и выберем вкладку дивиденды и мы видим что на этой неделе приходила вот двух компаний это два шестого числа двадцать девятого от компании самон пропорти не пришло сорок восемь золотых это приводе на российский рубль девятьсот семьдесят рублей и от компании циско не приходил двадцать один с половиной золотых переводе на российский это четыреста тридцать рублей давайте запишем их мою таблицу найдем здесь циско добавим сюда двадцать один с половиной золотого и впишем самим пропорти мне уже перескочила не приходила сорок восемь и тридцать пять золотых также мы запишем в апрель месяц запишем сюда циско двадцать пятьдесят два и плюс самим пропорти сорок восемь и тридцать пять и теперь мы можем сравнить дивиденды с предыдущим периодом который составлял почти девяносто злотых это тысяча восемьсот рублей а сейчас мои дивиденды выросли до ста двадцати пяти злотых что в переводе на российский составляет две с половиной тысячи рублей мои дивиденды увеличились на сорок процентов а сейчас уважаемые зрители давайте перейдем к моему портфелю и сравним его с предыдущей неделе перейдем вкладку мой портфель и сейчас вы можете видеть сумму прошлой неделе если мы отнимем покупку компании сутерн то наша прибыль составит двести пятьдесят злотых что на российский это пять тысяч рублей теперь давайте я более конкретно покажу по каким компаниям был рост а по каким падение и теперь вы можете видеть разницу цен моих компаний пожалуй начнем с неприятного озвучу компании у которых было наибольшее падение это джилет который упала на три тысячи рублей intel потерял моем портфеле пять тысяч рублей зеленая компания next era полторы тысячи рублей и компания пепси упала на полторы тысячи рублей других компаниях было там тысяча тысяча двести но это не так значительно а сейчас перейдем к более приятному озвучу компании которые росли в основном это банковский сектор недвижимости нефтянка банков америка набрал четыре тысячи рублей банк джейпи морган пять тысяч рублей нефтянка ваннаук три тысячи рублей и самый значительный рост был недвижимости это симон проперти которая поднялась на 7600 рублей и на это мое видео подходит концу спасибо вам всем за внимание я думаю это видео было вам интересно и полезно не забывайте ставить ваши лайки буду рад вашим новым подпискам желаю всем побед в инвестировании увидимся с вами в следующем видео всем пока